Жизнь без виз. Уже с завтрашнего дня стартует безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза. И пока одни штурмуют отделение миграционной службы в очередях на оформление биометрического паспорта, другие подсчитывают возможную прибыль от наплыва туристов. Куда украинцы хотят поехать больше всего и готовы ли к новой нагрузке на границы, разбиралась Ольга Поломарюк. В аэропорту Черновцов вовсю готовятся к безвизу. Уже с завтрашнего дня украинцы смогут путешествовать по Европе без отметок в паспорте. Впрочем, только те, кто успел оформить биометрику. Основный документ – это наявность биометричного паспорта гражданин Украины. Это основа. Но это не говорит о том, что документ старого взрослого закордонного паспорта Украины, он не будет давать право гражданину Украины для перетенения государственного кордона. На пунктах пропуска и в аэропортах у туристов могут попросить предоставить и другие документы. К примеру, квитанции на бронирование номера в гостинице или же билет в обратную сторону. А вот тем, кто собрался на отдых в солнечную Турцию, как и эти люди, достаточно будет только ID-карты. Но пока в этом новшестве знают далеко не все. Напомню, у них 100% загрузка идет на данный час. Надеемся, что так и будет дальше. На расстоянии ID-карты пока не было еще пассажиров, которые бы проходили регистрацию за ID-картами. Но предприятие, как таки, до такого готово. Пока же украинцы штурмуют отделение миграционной службы в надежде получить заветный биометрический паспорт, без визу готовятся и в турфирмах. Рассказывает, в этом году как никогда спросом пользуются Испания, Хорватия, Мальта. Чтобы минимизировать очереди на пунктах пропуска, пограничникам будут помогать сотрудники таможни и миграционной службы. В случае необходимости задействуют и полицию. А вот для водителей даже организуют дополнительные полосы движения. Однако пока речь идет только о Львовской области. На проверку документов одного человека будут тратить не более 10 секунд, обещают пограничники. Все пункты пропуска оснащены современными цифровыми сканерами. Кроме того, желающих попасть в Европу будут проверять по базе данных Интерпола.